Вести Карачаева, Черкесия В преддверии Дня Победы заместитель министра цифрового развития Карачаева Черкесии Константин Андропов посетил Старобельский район Луганской Народной Республики и поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с праздником. Он преподнес продуктовый набор от республики. Кроме того, при посещении ветеранов Константин Андропов вместе с представителями подрядной организации Старобельского района зафиксировали проблемные вопросы бытового характера, стоящие перед каждым ветераном. По итогам поездки правительством Карачаева Черкесии будет оказана помощь всем ветеранам в решении бытовых вопросов. Минцифры страны опубликовала рейтинг регионов по внедрению платформы обратной связи. Это возможность для граждан обратиться к властям онлайн и решить свой вопрос без лишней бюрократии. При составлении рейтинга регионы оценивались по 23 показателям, которые разделены на два блока – работа с сообщениями и обращениями граждан, а также общественные голосования. Оценивалась эффективность внедрения платформы в субъекте, своевременность и качество решения проблем граждан, а также уровень их удовлетворенности ответами. В ТОП-10 попала Карачаева Черкесия, заняв седьмое место по стране и первое место среди регионов СКФО. В здании Государственной филармонии под председательством вице-премьера правительства Карачаева Черкесии Ирины Гербековой состоялась итоговая коллегия Министерства здравоохранения Республики. Ее участники рассмотрели вопросы медико-демографические показатели и достижения запланированных результатов. Большое внимание уделено работе Амбулаторно-поликлинической службы региона, службе родовспоможения и детства. Доклад, сделанный министром здравоохранения Республики Казимом Шамановым, свидетельствует о тенденции к снижению общей смертности в сравнении с ковидным периодом. Отмечена необходимость усиления работы первичного звена по направлению увеличения продолжительности жизни, а также диспансеризации и профосмотров у мужчин трудоспособного возраста. Одним из наших главных достижений в Республике стало увеличение в 2022 году показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении на два года в сравнении с 2021 года и составило 75,41 года. Мы превышаем данный показатель по Российской Федерации, это 72,8. Кроме того, в 2022 году значительно снижался общий коэффициент смертности. Это является важным показателем нашей работы. Рождаемость за последние 4 года уменьшилась с 10,8 до 9,1 или на 12,4%. По-прежнему болезни системы правопрощения являются главными причинами смертности. Из-за экономерной имеют наибольший официальный факт в рост продолжительности жизни, по 4% от общего числа уменьши. Более 100 педагогов из Карачаева Черкесии повысят квалификацию и помогут школьникам выбрать профессию в рамках проекта «Билет в будущее». Педагоги изучат интерактивные форматы и инструменты системной профессиональной ориентации школьников. В Карачаево Черкесии завершался отбор педагогов-навигаторов в новый сезон проекта по ранней профессиональной ориентации школьников. Педагоги уже приступили к обучению по программе дополнительного образования. Они на практике научатся применять современные методики и технологии, которые способствуют раннему профессиональному самоопределению учащихся старших классов. Прово-ориентация имеет колоссальный воспитательный потенциал. Представители туриндустрии Карачаево-Черкесии могут принять участие в семинаре «Единые стандарты кавказского гостеприимства», который пройдет 15 мая в Черкесске в Центре молодежного инновационного творчества. Мероприятие нацелено на повышение качества оказываемых услуг в индустрии туризма и гостеприимства, а также совершенствование системы подготовки кадров Северокавказского федерального округа в этом направлении. Участие в семинаре примут представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, организаций и предприятий туриндустрии, а также потенциальные инвесторы. Участники мероприятия обсудят туристический потенциал и стратегические приоритеты развития туризма в регионе, межрегиональную интеграцию СКФО, «Единые стандарты кавказского гостеприимства», а также технологии эффективного операционного управления отелем, сотрудничества с национальными и региональными туроператорами и другие актуальные вопросы. Шесть новых пляжных зон появятся в Карачаево-Черкесии. Полностью обустроенные пляжи появятся в поселке Нижний Архы, Заули, Нижняя Тибердау, Софийской поляны и озеро Каракёль. Все это благодаря победе нашего региона в грантовом конкурсе правительства Российской Федерации. Об этом рассказал министр туризма и курортов Расул Тикеев. Есть востребованность среди жителей и гостей региона, но так как все равно эта услуга, она пользовалась спросом, люди купались в водоемах, в реках и даже несмотря на то, что они не были обустроены на сегодняшний день, благодаря этой поддержке пляжи будут обустроены и безопасными с точки зрения нахождения, комфортными, потому что эти пляжи будут обустроены в соответствии с ГОСТом, ГОСТ услуги пляжей. 26 мая в Карачаево-Черкесии пройдет Олимпиада по бизнесу для школьников. Участники представят свой бизнес-план в одной из пяти категорий – инновации и новые технологии, предпринимательство и малый бизнес, маркетинги и продажи, финансы и бухгалтерия и управление персоналом. Каждый участник получит сертификат, а финалисты и победители будут награждены призами. К участию в Олимпиаде допускают те школьников, которые предварительно обучились составлять бизнес-план на открытых уроках по предпринимательству, образовательном курсе и на деловой игре. Эти уроки пройдут до 26 мая в Центре молодежного инновационного творчества в Черкесске. Аллея памяти и славы Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева пополнилась новыми героями. Выявлены новые имена сотрудников и студентов ВУЗа, участников Великой Отечественной войны. Как показало исследование, многие из них были награждены орденами и медалями за героические подвиги на полях сражений Великой Отечественной войны. Аллея памяти и славы, посвященная сотрудникам и студентам Карачаево-Черкесского государственного университета, участникам войны, открылась 9 мая 2022 года. На аллее представлены биографии 72 участников Великой Отечественной войны. В рамках клуба выходного дня, организованного региональным министерством образования и науки, 90 школьников образовательных учреждений Ногайского района отдохнули в детском загородном оздоровительном лагере «Адель» в Домбайе. Для детей была подготовлена увлекательная и познавательная программа патриотической направленности «Конкурс чтецов» на тему стихи о войне и акции «Окна победы». Ребята с удовольствием участвовали в увлекательных играх и квестах на знании истории и культуры России и Карачаево-Черкесии. В картинной галерее «Черкеска» продолжается выставка «Возрождение», посвященная возвращению карачаевского народа на родину из депортации. Для создания этой экспозиции сотрудники музея-заповедника провели долгую кропотливую работу по поиску и отбору фотографий оригинальных предметов материальной культуры, живописных полотен художников Карачаево-Черкесии. Подробности сообщил директор Карачаево-Черкесского, историко-культурного и природного музея-заповедника Хаджимурат Эльканов. Наша выставка в картинной галерее приурочена к возвращению карачаевского народа 3 мая, возвращению на историческую родину. На выставке представлены картины наших художников, плюс фотографии Молоткова и других авторов, отражающие жизнь наших соотечественников в Средней Азии. Затопление сибироязвенного захоронения в Карачаево-Черкесии грозит эпидемией трём регионам, комментирует информацию государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. В октябре прошлого года Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора выявлена угроза затопления сибироязвенного захоронения в ауле Беслиней. После паводка русло реки раздвоилось, после чего оно оказалось на расстоянии 5 метров от захоронения. Однако меры для предотвращения распространения сибирской язвы приняты не были. Об этом свидетельствуют результаты повторного выездного обследования, проведенного в марте этого года. Вдоль границы захоронения насыпана дамба из гравия. Подобная конструкция не может защитить от размытия. Река Большой Зеленчук – один из притоков Кубани. Распространение инфекции в случае затопления скотомогильника может охватить несколько регионов, в том числе Ставропольский и Краснодарский края. Администрации Беслинеевского сельского поселения вновь объявлено предостережение. Для принятия мер реагирования информация направлена в правоохранительные органы и прокуратуру. 12 мая Государственной филармонии Республики детский музыкальный театр и вокально-классическая группа «Вдохновение» представят музыкально-литературный спектакль «Корзина с еловыми шишками» по рассказу Константина Паустовского на музыку Эдварда Грига. Зрителю будет представлена трогательная история норвежской девочки Дагни. Откроются золотые страницы музыки и литературы Паустовского и Грига. Спектакль «Примадонны» снова выйдет на сцену Республиканской госфилармонии. 23 мая Русский театр драмы и комедии «Карачаево-Черкесии» сыграет спектакль об актерах-авантюристах по пьесе Кена Людвига. Джек и Лео, не получившие признания служителей мельпомены, и вот они узнают, что богатая старушка ищет своих потерявшихся в детстве племянниц, чтобы оставить им свои миллионы. Недолго думая, актеры решают сыграть этих племянниц, чтобы завладеть наследством. Начало спектакля – 18.30. Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности зазвучали на национальных языках «Карачаево-Черкесии». Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК «Карачаево-Черкесия». Информацию комментирует заведующий сектором отделения Банка России по «Карачаево-Черкесии» Индира Алботова. Как уберечь свои деньги от мошенников, выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и нагайском языках. Перевод аудиолекции «Национальные языки» – это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК «Карачаево-Черкесия». В республике проходят всероссийские соревнования о памяти героя России генерал-майора авиации Канамата Буташева. Мероприятие собрало порядка 350 сильнейших борцов-студентов из 20 регионов страны. Медали будут разыграны в дисциплинах «Вольная борьба» и «Греко-римская борьба». Соревнования являются отборочными для участия на Международном фестивале университетского спорта, Кубке России среди вузов, Всероссийской летней универсиаде 2024 года и Чемпионате России по вольной борьбе. Наши борцы вольного стиля уже завоевали три медали. 12 мая в Карачаевском муниципальном районе состоится фестиваль ГТО «Спорт для всех» среди граждан, проживающих в сельской местности. Участники мероприятия проверят свою физическую подготовку, выполняя такие нормативы, как бег на 30 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание на высокой перекладине, метание спортивного снаряда весом 500 и 700 граммов, а также прыжок в длину с места. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 13-18, горах местами до плюс 12, свыше 2500 метров, плавина опасна. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 17 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил в марте Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok